Добрый вечер. Немножечко о науке, причем о такой фундаментальной, как математика. Наука на месте не стоит, хотя, конечно, иногда замедляется, но и в том числе в математике всегда есть возможность сделать какие-нибудь чрезвычайно увлекательные открытия. У нас в стране, как и полагается, нетривиальность бытия позволяет удивлять открытиями, поэтому мы в мировую сокровищницу именно математики постоянно привносим что-нибудь свое, хотя, конечно, мало кто об этом знает, но только особо заинтересованные, кому любопытно посмотреть, как мы тут за забором мучаемся. Открытие более-менее известное — это математика имени товарища Чурова. Не буду пояснять, что это такое, многие знают. А еще с недавних пор у нас есть математика Волжского дважды автомобильного завода. Она более увлекательная, и она касается самого болезненного для предприятия вопроса, вопроса качества. Сам по себе жигуль, ведь это такая штуковина, которая, может быть, и не очень плохая, но она собрана кривенько-косенько, и что неприятно и неприглядно, она собрана из комплектующих низкого качества. С одной стороны, это, конечно, такая пролетарская традиция. Вот уж раз так заведено, то почему бы нужно было бы менять это? Если краник отопителя на классике, на заднеприводных машинах, тек в ноги пассажиру, сидящему справа, то, соответственно, он и будет течь. Это пролетарская традиция. Ну, это изюминка, если хотите, фирменный стиль. С комплектующими, конечно, пытаются бороться как-то, пытаются работать с поставщиками. Это очень тяжелый процесс, потому что поставщики — это другие юридические лица, они живут своим умом, своим кошельком, как потопаешь, так и полопаешь, но при всем при том, они ведь достаточно долго были встроены в систему такого паразитного существования, и от них никто не требовал, в принципе, ничего, нужно было просто дать товарную массу. Условно говоря, гайку. Нужно было произвести эту гайку, отдать ее. Со временем штампики износились, метчики для нарезания резьбы тоже немножечко затупились, ручки устали, станочек нагнулся на бок, тут кривизна пошла, там кривизна. Гайка утратила свои первоначальные параметры, но, тем не менее, функцию еще как-то более-менее выполняет. И для того, чтобы заставить у этой гайки подняться к качеству, это означает, что нужно взять и, по большому счету, сделать новый завод. А смежник, он в этом не заинтересован. И хотя работа эта тяжелая и, по большому счету, безрадостная, тем не менее, находится часть поставщиков автоваза, которые готовы пойти по этому пути, они берут кредиты, причем автоваз им впрямую деньгами не помогает, потому что это все-таки другие юрлицы. Но когда речь идет о каких-то очень серьезных новациях, например, это будет действительно хорошая гайка с нормальной резьбой, тогда автоваз может выступить в качестве авторитета и замолвить словечко перед банком, чтобы дали денег, например, этому предприятию на кредит. Много чего там происходит, но с тех пор, как пришел Альянс Рено-Ниссан, все нынешнее положение дел на автовазе так или иначе подверстано к стандартам качества Альянса Рено-Ниссан. При этом и Рено, и Ниссан – это две такие хромые лошади, у которых качество точно такое же кривое и косое, как у всех. Конечно, автоваз на их фоне – это абсолютно братская могила, но на фоне европейских производителей Рено, мягко говоря, качеством не блещет, и европейский Ниссан качеством тоже не блещет. И их аппараты, они имеют много очень претензий. Претензии, да, в общем-то, как-то так или иначе рассматриваются и удовлетворяются, но когда один практически покойник берет за эталон походку хромого инвалида, не всегда получается что-то блистательное, но хотя бы уже ориентир, по крайней мере, не лежим, а куда-то ползем, к чему-то стремимся. В этом есть позитив. Но не нужно обольщаться, что стандарты качества Альянса Рено-Ниссан – это какие-то запредельные стандарты качества, ничего подобного, они предельные. Но для автоваза это все-таки очень даже серьезная такая вот птичка в небе, и отнюдь даже не утка под кроватью. И поскольку есть специальная дирекция качества, и Паскаля Фильтена, директора по качеству, сменили на Фофена, то должны быть какие-то результаты. Эти результаты регулярно публикуются, они так или иначе или как пресс-релиз идут, либо как высказывание сотрудников. И итог ведь должен быть с какой-то периодичностью, нельзя к вопросу качества подходить раз в 200 лет, ну или, например, раз в 42 года. Должна быть ритмичность. Если человек раз в месяц получает зарплату, будучи директором по качеству, значит, хотя бы раз в месяц он должен отчитываться. Недавний отчет автоваза мне очень понравился. Работали-работали, очень хотели на результат, очень серьезно занимались смежниками, напрягли их невероятно в результате, достигли действительно достойного внимания результата. То есть, ну да, в результате результата. Заместитель начальника пресс-службы автоваза Денис Метальников рассказал, что у 80% поставщиков качество продукции соответствует требованиям Альянса. Требования Альянса невысоки, но когда у 80% соответствует, это блистательное достижение. То есть, вот с этим уже действительно можно, ну, хотя бы как-то смело смотреть в перспективу. При этом, обратите внимание, значит, у 80% поставщиков, комплектующих для автоваза, все полностью соответствует требованиям Альянса. Качество есть. Но при всем при том, у 76% этих же самых поставщиков качество выросло в 10 раз. не у всех. У 76% из 80%. То есть, получается, 4% все-таки соответствуют чему-то не тому. Либо оно у них не выросло, либо они не дотягивают до требований Альянса. А еще у 47% поставщиков, у этих же самых, у которых 80% полностью соответствуют требованиям Альянса, у них же 47% комплектующих, идущих на конвейер для Жигулей, доведены до международного уровня. Из этого следует, что поскольку требованиям Альянса 80%, а международному уровню 47%, насколько невысоки эти самые требования Альянса. Мягко говоря, они лежат на полу. Но все равно это выше, чем уровень автоваза. Теперь самое интересное. Когда у 76% предприятий поставщиков автоваза показатель качества повысился в 10 раз, это сколько процентов? А это в 1000%. В 1000% у автоваза комплектующие улучшились в качестве. Ни одному другому мировому производителю рост в 1000% не снился никогда. Это запредельный показатель. Это как раз, вот есть чуровская математика, есть автовазовская математика. Это блистательное научное открытие. 1000% прироста качества – это повод для аплодисментов. Я бы давал уже героев соцтруда этим людям. Потому что блистательный показатель. Просто блистательный. А теперь посмотрите. Получается, что несмотря на плюс 1000, это же какое качество, уровень международный достигнут у 47%. А вот теперь, в качестве предложения, получается, что 47% комплектующих, приходящих на конвейер для Жигулей, соответствуют международному уровню качества. А давайте так. Вот в рабочей столовой, и особенно в офицерской столовой, где завтракают, обедают или ужинают сотрудники, а желательно начальники этих самых производств. Давайте так. 47% продуктов соответствуют качеству, а остальное – некачественное. Или вот, например, в санчасти, которое при предприятии. Атовизм социализма, обычно такое существует. Так вот, в этой санчасти 47% медикаментов качественные, а остальные – нет. А еще у топ-менеджеров, у некоторых топ-менеджеров, у них есть личная охрана. Вот давайте так. У этой личной охраны есть стабильное оружие. 47% патронов качественные, а остальные – как повезет. Вот с этим потом можно будет хвастаться, что мы, конечно, прыгнули, у нас плюс 1000%. А вот с остальными что делать? Ведь это же товарная продукция, это то, что мы с вами покупаем, это то, что ездит по улицам, это то, что сертифицировано, допущено, к эксплуатации одобрено, и это наша повседневность. Это в том числе самые современные автомобили нашей страны. Это то, что в результате мы имеем благодаря пришедшему альянсу Рено-Ниссан. Еще один момент. Когда был Паскаль Фельтен, то кратность его достижений была равна 3. В 3 раза улучшилось качество, в 3 раза сократилось количество нареканий. Вот сейчас пришел месье Фуфана. Сразу появилась цифра 10. В 10 раз возросло качество комплектующих. Замечательно. Когда АвтоВАЗ заведет себе третьего по счету директора по качеству, какую цифру кратности изберет он. Я предлагаю ему дюжину. Это нормально, это по-европейски. Это говорит о том, что мы близки к Европе, когда у нас все меряется дюжинами, и тогда будет увеличение качества в 12 раз. По-моему, это будет очень неплохая перспектива. На сегодняшний день самое главное, что мы имеем от АвтоВАЗа, это очень много звона, очень много разговоров о том, как замечательно и успешно мы приходим к какому-то результату. Результата нет. Вот это как раз то, о чем у Наутилуса устами Бутусова, а на самом деле рукой Ильи Кормильцева было написано. Здесь мерилом работы считают усталость. Эти люди могут сказать, ну да, конечно, у нас всего лишь 47% комплектующих по качеству соответственно международному уровню. Но зато вы представляете, как мы работали. Но мы же устали. Да, нам это было трудно. И тем не менее мы к этому пришли. К чему вы пришли? К тому, что вы сами признаете, что 47% соответствует, а остальное, а 53% не соответствует. Но тем не менее, рост в 1000% качества. Очень хороший пример математики, достаточно альтернативной имени Волгского автозавода. Перерыв на новости, потом я к вам вернусь. Телефон нашей с вами любимой радиостанции 6510996. Потихонечку начинаем общаться. У нас Александр на линии. Здравствуйте, Александр. Вы у нас сегодня первый. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Степанович, у меня такой вопрос, если можно. Я очень люблю вашу передачу. Очень давно ее слушаю. Правда, всегда в интернете. Это нормально. Я сам по профессии водитель. Уже достаточно давно. И недавно приобрел Opel Antara 3-х литровый 12-го года. Дело в том, что вы очень часто рассказываете о его одноклассниках, таких как Kia Sportage. Да, много одноклассников у него. Да. И почему-то обходите его стороной. То есть вы говорите о том, что он неплох, он замечательный, особенно с дизелем. Но дело в том, что это единственная машина в этом классе с 250 лошадями, которая стоит чуть больше миллиона. Да. То есть есть какие-то проблемы в ней, которых вы не хотите, скажем так, упоминать? То есть потому, что это единственная машина, которая стоит столько. У нее действительно это реальное преимущество. И среди корейцев эта машина по совершенно внезапно своей первородной корейской цене, потому что даже когда она называется Opel'ем, она все равно остается корейского производства, несмотря на русское подспорье и русский Винкот. И это чуть ли не последний аппарат, имеющий честную цену. Преимущества этой машины не до конца распробованы у нас на рынке просто из-за вялой позиции самого Opel'я. Он никак не может начать торговать этой машиной, предлагать ее и показывать, насколько она хороша. Сам по себе агрегат действительно очень неплох. Он сделан с умом. Причем, когда вот их два братца-акробатца родились на свет, Коптива и Антара, то Коптива вышла на год раньше, потому что немцы, получив эту заготовку, они потратили все свои силы и деньги на то, чтобы привнести туда атмосферу Opel'я. Они переделали весь салон, они занимались нюансами, они занимались подбором материалов. И в результате они разные получились. Коптива сама по себе, Антара сама по себе. Хотя сделаны, в общем-то, из одного и того же материала. Антара – это неплохо. Но вот не каждый осмеливается на трехлитровую машину в 250 лошадиных сил. И как только вы выбираете себе что-нибудь попроще по комплектации, вы вступаете в прямую конфронтацию со всеми остальными автомобилями. А те остальные, они в чем-то изящнее, в чем-то интереснее. Откровенных недостатков у Антары нету. Очень достойный агрегат. Говорить о том, что она выигрывает у других, тоже нет оснований. Но когда выбираешь ее в топе, да, сразу понимаешь, за что заплатил. Спасибо огромное. Спасибо вам. Видите, Антара все-таки у нас не распробована. И, в общем-то, не по заслугам. Печально другое. Она уйдет с нашего рынка. В общем, даже, собственно, памяти никакой не оставил. Олег у нас на линии. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Сергей. К сожалению, не слышал все ваши выпуски. Передача ваша очень нравится. Спасибо. Спасибо вам. У меня такой вопрос. Может быть, вы об этом уже вам задавали такой. Есть ли, кроме визуальной, разницы между Hyundai ix35 и Kia Sportage и каких-то небольших разниц в комплектации? Ну, соответственно. Да. Знаете как, на самом деле, они немножко разные, а может быть, даже и сильно разные. Кроме визуальной, у них немножечко иной технический подход вплоть до того, что у них даже схема полного привода не идентична. Они в этом отношении... Тогда на ваш взгляд что предпочтительней? Потому что цена для меня, можно сказать, одинаковая. А что вам нравится? Вот красота этих машин вас как-то очаровала или в этом отношении они вам кажутся сопоставимыми? Да знаете, я на тот момент владею Hyundai NF Sonata. Да. Ну, да, и люблю седаны, то есть у меня машина, кстати, вот очень, я никогда не пожалел имеет этот автомобиль, то есть на один день, то есть меня полностью устраивает. Да. Ну, вот решил попробовать кроссовер, ну, потому что дача, ну, это уже причина известная, наши дороги и так далее. Вот. И, естественно, как бы вот к Hyundai я отношусь положительно и к сервису, цена-качество. Ну да, свои родные, да, вы привыкли. Вот, извините, значит, есть сервисы, среди которых можно выбирать. Да, много. Которых обслуживаться, да, и я это всегда делал, то есть и по цене, и по качеству. Меня все устраивает. С Kia я не общался, но визуально мне чуть-чуть больше и супруге, скажем так, нравится Kia Sportage. Логично. И вот не могу поэтому как бы сделать выбор, хотя у Hyundai есть тоже интересные, так сказать, так сказать, в хороших комплектациях интересные моменты. Поэтому... Олег, скажите, вот для вас принципиально бензин или дизель? Вы знаете, я становлюсь на бензине в связи с последними, так сказать, событиями, да, ну и больше доверяю. Тогда Sportage, потому что AX очень сильно уходит в отрыв по потребительской совокупности своих свойств только в топовом дизельном исполнении 2.0, который вот у них за 184 лошадиных силы. Вот с ним... Я не рассматриваю. Но вот это абсолютный шедевр двигателестроения и с ним машина кардинально другая по поведению. А так, в прямом сопоставлении Sportage, ну, он привлекательней, он будет интересней. А скажите, Олег, у меня к вам встречный вопрос. Почему не Жигули? Ведь Автоваз, у него на тысячу процентов прирост качества комплектующих. Ведь тысяча процентов Мерседесу не снилось. БМВ так не умеет делать машины, как вот Автоваз поднялся по качеству комплектующих. Вы знаете, первые мои машины были Жигули. Ну и с чем? Во всей страны и были Жигули. Причем не новые, теплые воспоминания по всем временам. Конечно. Ну, первая жена, или, скажем так, с темпингом. Первая любовь. Ну, как бы, да, меняется мировоззрение, так сказать, ну, во всем. А у Автоваза статистика меняется? Сосмотрите, как у них цифры поменялись. Это у нас везде с этим хорошо. С цифрами? Вы не верите в математику Чурова, в математику Автоваза? Нет, к сожалению, я не верю. Да, вы знаете, я тоже почему-то не верю, хотя они пытаются меня убедить в том, что у них этот прорыв случился не только на бумаге. Вячеслав у нас на линии. Здравствуйте, Вячеслав. Да, добрый день, здравствуй. Здрасте. Сергей, огромное спасибо за передачу. Спасибо вам. Тут же муки выбора. Жигули уже выбрали вы себе с таким приростом качества? Не, на Жигулях мы уже ездили на самом деле. Все уже, капремонт делали, двигатели и так далее. Вот видите, навык не утрачен. А представляете, вы будете делать сейчас капремонт на новой машине, но комплектующие, которые вы купите на рынке, будут в тысячу процентов лучше, чем те, которые вы только что выбросили из-под капота? Ну, это уже пройдено, честно говоря. Не очень интересно. Не хочется возвращаться. Да, мне тоже не хочется. Я тоже не люблю, когда у меня руки в масле. Да. Какие муки у вас? Ну, муки, смотрите, сейчас вот мы ездим на Мондео 2007 года, новый кузов у нас, пробег где-то порядка уже за 100 тысяч километров. и хотели поменять и хотели поменять или Audi A6, или Honda CR-V, или новую Мондео как бы купить, новый двигатель какой-то у них есть. А почему у вас вот в список вожделения попало Honda CR-V? Кроссовер в жизни как-то играет серьезную роль теперь или нет? Или просто? Нет, ну, с точки зрения цены там где-то, ну, не более двух миллионов, но и так на дачу ездить, машина высокая, не очень дорогая. Ну, Мондео уже пролазит там, где вы хотите на CR-V ехать? Ну, в общем-то, да, пролазит. Ну, что-то новое хотелось из этих как бы мыслей. А у вас бензин, дизель? Ну, у меня бензин на двухлитровый на ручной. Хорошая комплектация, и моторчик хороший на самом деле. Да, машина из Бельгии, самая первая Мондео, которая была, вот как бы успела его купить, а сейчас уже там другие. Всеволодск пугает. Вот следующая ступенька роста это Audi A6. Ну, да, да. Причем, можно даже с дизелем, потому что TFSI-овские моторы, они по сию пору очень хорошо, у них тоже рост качества комплектующих на тысячу процентов, как на Автовазе, но дизеля у них фантастические, абсолютно фантастические. Ну, и бензин тоже живет, но иногда бывает, что просто не везет. Следующий Мондео, он появится очень нескоро. Его уже который год подряд обещают, обещают, в Америке он есть, его никак не могут переделать под Европу, под Европу он все никак не родится, и он придет к нам, ну, грубо говоря, года через два. Понятно. То есть вы просто его не дождетесь. CR-V, ну, это красивая побрякушка, это апгрейд, это не новая машина, это просто новым кузовом накрыта старая платформа, платформа неплохая, но вас разочарует CR-V, вы будете от нее ждать чего-то реально внедорожного, а это легковушка на цыпочках. Ну, да, сейчас якобы столько с двигателем там двухлитровым, а вот там 2,4 он только будет где-то там в мае, что ли, выходит. Двигатели, конечно, у Хонды неплохие, но, знаете, вот, когда вы сядете за руль А6, жизнь настолько изменится в приятную сторону, что после этого уже просто вы останетесь в стане легковых седанов, и не нужны вам будут кроссоверы. А, Игорь, это вы на линии. Здравствуйте, Игорь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня к вам вопрос. Как вы вообще относитесь к таким автомобилям марки Сцилон? Ну, грубо говоря, это Тойота. Еще раз спросите, какой марки? А, Саен. Он же Сцилон, да. Да, это Тойота, причем целая семья. Они начинали с одной модели, а теперь там у них уже разнотравие. Целая корзинка набралась, туда смотришь, а там Сцилончик с Саенчиком. И что, у вас в самое сердце поразил? Вот меня поразила его форма и поразили его ходовые качества. Довольно жесткая такая подвеска. Прям, как вот... Это который вас так поразил? И формы... Значит, меня поразил вот именно который очень похож на Тойоту ББ. А, понятно, да, потому что у них еще есть парочка таких прощалы, глядя на которые хочется рыдать в голос, но не покупать. Ну, вы знаете, ну, довольно интересный, интересный вариант. Интересный, если он вам просится в руки, тогда да. Потому как, ну, большинство деталей вам придется так высунув язык покупать. Это будет нелегко и непросто. Сам по себе агрегат, ну, вы точно будете производить неукротимое впечатление на целую улицу. Пока до следующего светофора доедете, все обернутся. Это здорово. Вопрос следующего характера. Я просто интересовался этим вопросом. Значит, там есть линейка двигателей с другим приводом. Эх, до привода мы не дожили. Телефон в студии 6510996 по поводу Игоря и машины из Америки с Саена уже с Сеон. Это несколько вариантов произнесения одного и того же слова. Как у всякой Тойоты двигателей есть, цепные есть на ремнях, не угадайте, что лучше, потому что и то и другое может вам кинуть подлянку. И на цепи может зуб перескочить, и ремень может порваться. И японские моторы, которые хвалят нашей стране только потому, что фетишизация зашкаливает, но не являются они по факту чрезвычайно долговечными, особенно на этой модельной линейке. Они широко распространены, и запчасти на них есть. Но это не шедевр надежности. Поэтому вы пойдете стандартным путем. Вы будете смотреть аукционную биографию этих машин и смотреть, что там по Карфаксу. Как всегда, если найдете небитую с минимальным пробегом, то уже неважно, какой у нее мотор. Леонид у нас на линии. Здравствуйте, Леонид. Сергей, большое спасибо за передачу традиционно. Сергей, такой вот у меня вопрос. Я езжу на Opel Vectra 2007 года, 1.8 на механике, прошла на 65 тысяч. Все идет к тому, что машину я поменяю видимо не скоро. Зачем такую ласточку менять? Ну зачем? Вы еще не съездили. 65 тысяч. У вас на тот момент лучший Opel. Причем Vectra эта машина должна была выйти на рынок под именем Omega, но потом немцы решили, что да ну, в конце концов мы лезем в тот сегмент, в котором нам будет очень тяжело тратиться на рекламу. Назвали ее все-таки Vectra и у вас ведь к машине нет никаких претензий, потому что... Ну, практически да. Ну, был как бы, был правда адский совершенно случай, когда у меня машина закипела. Ух ты. Вот. Да, и меня тащили так на буксире, причем это на Дону была эта трасса Москва-Дон, меня тащили на буксире так, что у меня сел аккумулятор просто, а потом дело оказалось по словам Джейнсера в пробке, что в пробке бачка была какая-то неисправная. Смешно, хотя такая несколько нетрадиционная поломка. Я понимаю, если бы у вас руль прикусил, иногда бывает у них такой глюк, когда при быстром вращении вдруг у него отрубается... Бывало такое, да. Бывало, да, но обычно... Само собой рассосалось как-то. Да, 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 потому что когда у них двигатель этот имел еще прошивку на 120 лошадей, тогда у них был вот этот глюк, у них же стоит электрогидравлический гидроусилитель руля, то есть он не гидроусилитель, он электрогидроусилитель руля, и у него была такая интересная особенность, он регулярно прикусывал, потом они поборолись сразу со всем, вот у вас уже машина после рестайлинга, поэтому там пару раз, конечно, его могло прикусить, но в целом рассасывается безболезненно абсолютно. У вас, у машины суппорта даже родные, тормозные диски родные, вы это не меняли еще при пробеге? Нет, еще нет, нет. И не поменяете, и сцепление у вас стоит родное при пробеге в 65 тысяч, и тоже еще не скоро поменяете, и у вас даже кондиционер не вытек, и вряд ли вы туда чего-то серьезно добавляли, то есть диагностику вы проводили. Да, то есть вот по всему здоровье этой машины, оно сделано с таким запасом, что вам хватит ее лет, ну, знаете как, полный возраст этой машины будет лет 10, когда она вам, ну, не то чтобы изъездится, она просто надоест. Ну, разгоняется она туповато, конечно. А вы мотор, потому что не крутите, у вас 140 лошадиных сил. Да, не кручу, это действительно. Да, потому что вы наверняка где-то в анамнезе имеете, как всегда, советский автопром, как все мы. Да, да, да. И после Жигули у вас нету манеры, вы коротко, наверное, на первой передаче, дальше вы переходите на вторую, идете в натяг. Вместо того, чтобы крутить, например, там до 3,5-4, после этого воткнуть вторую. Так мы с вами не ездим. Поэтому эти 140 лошадей, вот когда вам надо, когда вы кладете тахометр где-нибудь в 3,5, это 140 таких лошадей, что вам сам черт не брат. А так вы спокойненько едете, и вам, кстати, этого хватает. Она не супердинамична, но при всем при том, у вас расход какой получается? Вы в десятку уже укладываете? Ну, в десятку, да, в десятку я укладываю, но он врать что-то стал, вот как раз недавно стал врать. Я посмотрел, что я один не сбрасывал, один там, там два компьютера, один не сбрасывал, и он мне сейчас показывает один на один литр. За 30 тысяч пройденных. Да, да, это забавно. То есть у вас, на самом деле, очень приятный автомобиль, к которому серьезных претензий у вас не появится еще очень долго, и не надо его подозревать в супружеской неверности. Он будет вам верен настолько долго, что вот именно вот сначала надоест, а потом уже закончится. У нас Владимир на линии. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Сергей. Кочую за вами по всем радиостанциям, где вы присутствуете. Спасибо вам за патриотизм. Да. Сергей, вопрос такой, ну, как часто у вас бывает в связи с разросшейся семьей, с обновками, так сказать. Нужен универсал с большим багажником, но желательно, чтобы попролазнее. Облизываюсь на Вольвах АЦ-70. Ну, вот смущает то, что за такие деньги можно уже даже и Паджироспорт приобрести. Можно. есть что-то аналогичное в Вольве? Аналогичное в чем? Универсал такой, чтобы был универсал, чтобы большой, обязательно большой багажник, чтобы это и детская коляска влезла, и еще что-то положить. Плюс дача за вышним волочком. Соответственно, надо, чтобы можно было туда пролезть. Ну, у вас получается либо Ауди, либо Субару, потому как мало кто стремится делать универсалы полноприводные, ну, там, Volkswagen, если хотите, но они все не машины повышенной проходимости, хотя и на полном приводе. Ну, Ауди, например, Allroad, четверка которой, не шестерка, не А6, а А4, то есть А6, Ауди Allroad, он пузом по асфальту скребется. Совершенно несправедливо они его занизили. Ауди Allroad А4, вот это действительно машина. Там и достаточно крупный багажник, и, в общем, это очень классный по управляемости автомобиль и над землей, над действительностью он парит, по-моему, у него 180 мм дорожный просвет. Но он дорогой. Он дорогой. Вот, да, вот, вот. То есть, получается, что кроссоверы, у кроссоверов у всех маленький багажник. Да, у него багажник не больше, чем у универсала. Не универсал, то есть у Хачбека. Да, у Хачбека. И, в принципе, это будет вас преследовать везде, и даже, например, у Subaru, если вы возьмете XV, который при дорожном просвете в 200 мм очень неплохой, называется, кроссовер уже. Но багажник тоже будет небольшой. У Volvo большой, у Pajero Sport грандиозный. Ну, на Pajero Sport как-то по городу не очень солидно. Нет, Нормально. Просто галстук одевайте почаще, и все будут сразу понимать, что все хорошо. Знаете как, если не верят, тогда срочно iPhone к уху. И никаких проблем. Можете еще экспедиционную антенну полутораметровую ему на крыше присандалить. Тогда образ будет полностью закончен. iPad, iPhone, но я как-то яблоки не очень люблю. Нормально, потому что вы человек, а кто же их любит? iPhone нужен для того, чтобы было с чем в Макдональдс зайти. Вот для этого он необходим. А по жизни, ну, есть там, мягко говоря, нюансы. Pajero Sport чем хорош, вы ему включили полный привод и забыли об этом. Багажник грандиозный. Эту штуковину ломать будете долго. У него не самая комфортная подвеска. Вот тут проблема в том, что ваша семья вам скажет, папа, ну что же ты, мы в этой колы... Сколько мы... Ай, опять ухабы. Хосе 70, он, конечно, плавнее, но он же зверский по цене. Он же просто несуразный за эти деньги. Он классный, но дорогой. И в техобслуживании он дорогой. И самое главное, что дилерская сеть, поскольку сейчас потихонечку страдает, 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 не добирает она денег, поэтому она у клиента их изымает. Есть у нее такая приятная особенность. И вы очень быстро почувствуете, что тот Rolls-Royce, на котором вы ездите, вам достался с полным приводом. С кузовом универсал. У других вот нету Rolls-Royce с кузовом универсал, а у вас есть. Правда, ваш называется Хосе 70. При этом по ценнику, Паджер универсальный. А более бюджетного ничего нет. Вот с такими же хабиринскими, примерными. Рено Дастер, например. Бюджетный. Но багажник маленький. А еще есть Lada Largus. Там как раз у них качество подпрыгнуло на тысячу процентов по комплектующим. Но в этот сарай можно лопатой грузить сено, а можно снег. Ну, тысяча процентов от нуля. Все равно будет ноль. А если от минуса? Вот. Тысяча процентов, знаете ли как. А вот попробуйте вот так вот. Не то чтобы с колена, а вот прямо-таки из могилы. Это не каждый может. И тут бац и сразу тысяча процентов. Очень серьезное достижение. Чурову, кстати, есть чему поучить свою автовазу. Зато в эту штуковину помещается пятеро взрослых и все счастливы. Многие даже толстые помещаются туда. Но всерьез, конечно, если вам что-то в Паджеро Спорте не понравится, тогда просто вы его начнете подбирать амортизаторы по характеристикам. И ломать вы его будете долго, и эта машина будет вам верой и правдой служить. Вот тут вот что хорошо, тем более с Супер Селектом, она готова к поездкам по суровой действительности нашей страны. Особенно когда вы заблокируете зад. Сергей у нас на линии, здравствуйте. Алло, добрый день, Сергей. Здрасте. Хотел поинтересоваться у вас насчет рейнджеровера Эвок. Ух ты. Не с точки зрения его этической внешности, потому что здесь, в общем-то, почти все сходятся, что он на редкость красив получился, а с точки зрения потребительских качеств. Так. Что именно? У вас вообще опыт какой-то есть с рейнджероверами общения? Или так просто присматриваетесь? Вы знаете, я вообще в свое время присматривался к рейнджероверу, который... Для взрослых. Для взрослых, да. Мне, в общем-то, все в нем нравилось, и, в общем-то, как многие говорят, пока он едет и работает, то разных ему фактически нет в этом классе. Но вот вопрос в том, что едет и работает он вроде как очень часто недолго. Недолго, недолго, недалеко, да. Начинаются проблемы с подвеской, вот с этой вот волшебной, которая очень комфортна, но там любит плюхаться на брюхах. Устает, так ложится и говорит, хозяин, у меня перерыв. Да, хватит уже. Вообще, Evoque, он сделан на платформе Фрила, а Фрил, он немножко не характерное явление. Вот если все остальные владельцы лендроверов вечером не здороваются, потому что с утра они уже виделись в автосервисе, то Фрил стоит немножечко особняком. Вот первый был, конечно, текучий изо всех щелей и с большим количеством капризов и удивительных косяков. Вот нынешний, он переделанный и переделанный, у него уже, кстати, третья пластическая операция, то есть это два рестайлинга машина пережила на конвейере. И, в общем-то, Фрил, тем более, когда он с дизелем, он хорош. Evoque сделан путем накрывания кузовом этой самой платформы в дизайнерскую сторону, изменившим автомобиль и действительно сделавшим его реально очень привлекательным и не сильно они его увели в сторону от технической основы. То есть получилось, они как-то сохранили вот эту сущность достаточно беспроблемной машины. Тем более, что чем хорош и Evoque и Фрил, тем, что они все-таки еще остаются очень дееспособными вне дорог. И на всем на этом можно не только в сугроб, можно так и на грядку за картошкой заехать. И оно сможет. И по моторам у них тоже очень неплохая ситуация. Сейчас вот, не знаю, обратили вы внимание или нет, к Evoque поставили двухлитровый бензин турбированный, но у которого там 200 с хвостом лошадиных сил. Он, конечно, бензин пьет невероятно. Он не просто ведрами, он канистрами. А сколько, если не сложно? Вот как примерный расход. В двадцатку уложитесь? Ну, привычная ситуация, скажем так. Понятно. Значит, у вас в биографии много увлекательных автомобилей, но зато с этим мотором как он идет, как он летит. И единственное, что его нельзя брать ни Evoque, ни Freel, нельзя брать на ручке. Потому что механическая коробка сделана специально для того, чтобы вызвать у вас отвращение, отбить охоту и чтобы вы впредь пользовались только автоматом. Потому что эта мешалка, она не дает вам возможности точно попасть в передачу. Нужно долго дрессироваться, тренироваться, то есть нужно заканчивать школу переключательского мастерства имени Лендровера, чтобы вручную это попадать. Во всем остальном это не то слово. Это Здравствуй, Москвич 41-й. Ну, вообще для Москвы это уже ручка не актуальна давно. Лет так, наверное, 7-8, мне кажется, если это единственная машина, опять же. И не только для Москвы. Она вообще-то для всего земного шара не очень актуальна. У нас ралли-рейдовые машины на автоматах уже ездят по прериям. Успехов вам в выборе, мы прервемся на новости. Жизнь у нас бьется не только в телефоне, но и в том числе по сообщениям на сайте. Наталья спрашивает, купить ли ей Ку-3 для перевозки мужа ростом 1,9 и 4-месячного ребенка с коляской. Причем она хочет Ку-3 с двигателем 2,0, ТЕФС-170 лошадиных сил. Я не скоро еще поверю в этот мотор, но сам по себе Ку-3 очень приятный аппарат. Он очень дружелюбный. У него хорошо настроенная система стабилизации, поэтому, когда вы валите в поворот на все деньги, вас очень хорошо эта машина спасет от неприятностей. Она, на мой взгляд, абсолютно безликая. Мне кажется, что напрасно не позвали дизайнера для работы над ней. Но во всем остальном очень приятная машинка. Очень. Хотя, конечно, двухлитровый дизель в 170 лошадей мне нравится больше у нее. Из Воронежа вопрос от Андрея запретили ли видеорегистраторы на лобовом стекле или нет? Нет. Не запретили и не запретят. Они нас проверили на вздрагивание. Они нам кинули эту дохлую кошку. Мы очень быстро ее поймали, отыграли назад и ошметки этой дохлой кошки кинули им по физиономии. Выяснилось, что нельзя так с нами поступать. Не могут они запретить видеорегистраторы. Впредь будут более внятно формулировать параметры законопроектов. Саид из Москвы. Первая машина. Он выбирает между FIBI 1.6 и новой Fiesta 1.6. Что лучше и какую коробку взять? Саид, самая главная заповедь начинающего водителя. Коробка должна быть только механика. Через какое-то время вы перейдете на другую машину и возможно это будет пикап или какой-нибудь брутальный грузовик. Например, унимог. Одно время была даже у японской молодежи мода ездить на дискотеку на унимогах. Есть ряд классной техники, у которой не бывает автомата. У унимога ручка, у очень многих пикапов есть и будет ручка. И у многих спортивных машин, например, у Ниссанов спортивных тоже есть несколько моделей, у которых только ручка. Поэтому получите устойчивый рефлекс, устойчивый навык управления тремя педалями и правая рука не на коленке, а рядом с коленкой, то есть я имею в виду барышня вашей на рычаге. А между FIBI и Fiesta я бы выбрал Fiesta 1.6. Она вот сейчас после рестайлинга конечно стала несколько более агрессивна, но это очень хорошее, очень правильная работа над ошибкой. Жизнь продолжается на телефоне 65 10 9 9 6 у нас Андрей на линии. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Здрасте. У меня такой вопрос к вам. У меня машина Honda Civic 8 версия 4D механика. Пробег у меня уже 180 тысяч километров. Скажем так, я уже даже купил новую Mazda CX-7. У меня тоже к ней вопрос был бы, но хотелось бы узнать по Honda Civic. Я хотел бы оставить ее в семье две машины тоже неплохо и месяц на данный момент. Продавать просто ниже смысла. Никаких вложений можно сказать не делал, кроме ТО. Но остался вопрос по поводу регулировки клапанов. Что это такое я никогда не делал и зачем это нужно на ней. Есть такая особенность и в том числе на хондовских моторах когда регулировка делается вручную хотя странно что вы дожили до 180 тысяч и ни разу не столкнулись с этой проблемой это не к вам это к слесарям в сервис. Эта функция вручную не выполняется. Если вы хотите попробовать она делается только на холодном двигателе и зазоры выставляются по специальному набору зазорников. Они имеют очень специфическое слово которое даже в данном случае не обязательно чтобы я озвучивал. но это надо уметь делать тем более там нужно расконтривать гайки не заморачивайтесь. Нет я прекрасно это все знаю у хонды нет компенсаторов самих нужно ли вообще их регулировать? Конкретно модель вашего двигателя вот я например не знаю но у хонды есть такая шутка они до сих пор и на нынешнее поколение сивиков ставят в том числе двигатели у которых нет гидрокомпенсаторов да алло видимо плохо слышно хорошо тем кто меня хорошо слышит могу сказать передайте Андрею чтобы он не ставил ни в коем случае машину к забору потому что если она бегала-бегала 180 тысяч пробегала после этого поставить к забору все сдохнет нет либо она остается в действии либо 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 вы ее продаете просто за ненадобностью еще один Андрей на другой линии здравствуйте Андрей здравствуйте Сергей Степанович здрасте три вопроса будет по поводу двигателей концерна VAC TSI FSI и TSI аппликатура разница но по-моему эти двигатели практически одинаковые это просто маркетинговый ход и ничего иначе нет это не маркетинговый ход это разный подход к конструированию моторов они имеют много отличий иногда даже грандиозных и они по-разному выглядят по-разному работают и у них в зависимости от того какой это мотор может оказаться и например турбина и нагнетатель это все только звучит как 2-3 диметилбутан а на самом деле Карл Маркс и Фридрих Энгельс это четыре разных человека а не муж и жена понятно TSI на Шкоте это с одной турбиной допустим 1.8 да у Audi это я так понимаю тот же самый двигатель только с другой коробкой но там уже TSI написано нет на крышке багажника да написано но это не то же самое это не то же самое там совершенно другой двигатель стоит он не совершенно другой не надо подозревать Volkswagen в широких жестах у них есть определенная немецкая скряжистость но конструктивно это моторы не является один копией другого не является вы хотите проникнуть в суть двигателестроения ваговского на какую глубину до сопромата есть понимаете какая разница нет сопроматом не влали просто у них даже по роквиллу немножко разная например прочность блоков не говоря уже о головках у них разные индексы по роквиллу алло андрей алло у какого больше а вы ориентируетесь в этом вопросе немножко понятно больше у того TSI который идет на Volkswagen не на Skoda хотя в принципе блоки у них очень сопоставимы хорошо тогда перейдем к второму вопросу вы сегодняшней передаче упомянули про разницу в трансмиссиях AX35 и Sportage да в чем между ними разница приятно поговорить с инженером давайте как-нибудь устроим спарринг у нас в эфире из двух технических представителей Kia и Sportage чтобы они более подробно с логарифмическими линейками очертили это потому что в принципе та информация которая есть в открытых источниках она удовлетворяет не всех а если глубоко копнуть получится хороший разговор но в качестве подсказки пока к нам гости не пришли в эфир в газете авторевю все эти отличия перечислены статья называется другой по-моему ей год посмотрите подшивку она на сайте выложена не помню что бы я там видел но надо будет посмотреть у меня все авторевю собраны аккуратненько на пол тем более авторменеджер как-то в автосалоне ну видимо не понимая что разбирается он да он начал меня разводить рассказывать какая там стоит муфта то наблокируемая что все это срабатывает гораздо быстрее это вам не диска муфта которая перегревается это речь о Киэс Портич я думал что это брат-близнец и вряд ли они будут настолько менять то же самое как и у немцев зачем переделать полностью достаточно поменять просто обертку изменить дизайн немножко и машина уже одни нравится другим не нравится но тем не менее покупателей будет уже в два раза больше они либо к одному либо к другому они разные у них даже муфта не думал что они настолько у них даже муфты разные и это две конкурирующие фирмы они в нашем с вами восприятии родственники Киэ не признается что у них родственник Hyundai не признается что у них родственник Киэ Они ведут борьбу друг с другом и при первой же возможности набирают целый мешок отличий. Это не клоны. Это то же самое, как большая ошибка считать Шкоду клоном Вольсвагена. Шкода это самостоятельная конструкторская школа, избирательно привлекающая для своих конструкторских разработок и идей индустриальные закрома Вольсвагена. Но машины у них не являются клонами, они являются всего лишь родственниками. Вячеслав. Сергей, добрый вечер. Здрасте. Очень рад, что я до вас зазвонился. Я постараюсь покороче. Значит, у меня муки выбора. Я сейчас выбираю между Вольво XC90 и Volkswagen Touareg. Touareg лучше? Touareg лучше? Да, раз в 200, не больше. Понятно. Но я почему-то думал, что буквально неделю назад вы говорили о том, что в авторевью этого года, по-моему, во втором номере, да, в этот год какие-то большие нарекания были по этой марке. Не будем сейчас разбирать авторевью. Вот предыдущий как раз слушатель пошел листать подшивку и искать ответы на технические вопросы. Хотя для этого, пожалуй, лучше пойти ему было поучиться в институт в МАДИ. Там точно он нашел достойных собеседников. ХС90 — это машина древняя, лет ее очень много. Touareg — машина современная, особенно в том исполнении, которое для покорения дорог. Дизель и сочетание пневмы делают ее практически идеальной. И на сегодняшний день Touareg — это одна из самых универсальных машин на планете Земля, предназначенных для эксплуатации в России. Она — внедорожник с перспективами, возможностями, параметрами кроссовера. То есть это легковая машина, на которую можно пытаться забраться на Эльбрус. — Понятно, спасибо. И хотел буквально пару слов в рамках возвращения к основной теме. Первая машина у меня была «Лада» — «Жигули». Это модель с перешным двигателем. И хочу сказать, что очень нравился мне этот автомобиль. Но это, правда, был 1996 год. Но, тем не менее, просто хочу сказать, что когда-то же все-таки умели делать машины, двигатели хорошие делались. Куда все делать? — И по сию пору делают все то же самое теми же самыми руками на той же самой оснастке из тех же самых материалов. А мир ушел вперед. В этом есть тоже нюанс. Но куда все делать? Помните степень наших притязаний в 1996 году? — Да, стечка уже хороша. — С тех пор, как потребители, мы тоже немножко выросли. Мы много чему научились. Завод не научился. А мы уже не хотим советские часы самые большие в мире. Мы не хотим советские микросхемы самые большие в мире. Мы хотим нормальный. Мы хотим приличный телефон. И вот мы же не печалимся с вами, что нет отечественного мобильника. Мы спокойно пользуемся зарубежными. Потому что они это умеют делать. А у нас умеют писать отчеты на 1000%. У нас качество подпрыгнуло. Посмотреть бы на это качество, к сожалению, на бумаге только. Спасибо. До завтра. Поговорим еще об автомобилях.